МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как вы думаете, что мне нужно сделать для того, чтобы этот фонарь заработал? Правильно, вставить батарейки. Так, вставляем, закручиваем и оп-ля! Лампочка фонаря зажглась. Теперь мы можем осветить себе дорогу или подать сигнал. Например, сигнал СОС. Ну-ка, три длинных, три коротких и еще раз три длинных. Угу, с фонарем все понятно. Но, друзья мои, вы когда-нибудь задумывались, почему светятся живые организмы? У них же нет батареек. Нет, не задумывались? А вот любознательная Диляра Дюсенова из Астаны задалась этим вопросом, но ответа на него не нашла и переадресовала его мне. В своем письме она спрашивает. Уважаемая Анна Семеновна, а почему светлячки в темноте светятся? В наших прошлых программах мы немного касались этой интересной темы, уважаемая Диляра. Много-много столетий волнующий тебя вопрос и всему человечеству не давал покоя. Какие только предположения не выдвигались. Например, ученые мужи считали, что светлячки своим свечением обязаны особым бактериям. А вот дамы не особенно интересовались наукой, зато придумали, как использовать светлячков для своих целей. Они стали украшать ими волосы и платье. Представляете, какой был эффект? Мириады крохотных живых огоньков. Хотя лично я не одобряю подобного обращения с животными, особенно с такими удивительными. Эти крохотные жучки из семейства мягкокожих умеют то, о чем мечтают все энергетические компании мира. Они умеют создавать холодный огонь. Что это значит? А то, что почти вся вырабатываемая ими энергия переходит в свет. Для сравнения возьмем лампочку накаливания. Да вот хоть эту, в фонаре. У нее всего 5% энергии переходит в свет, остальное идет в тепло. Вот, пожалуйста. Лампочка горела всего ничего, а уже нагрела корпус фонаря. Подумайте, коллеги, сколько энергии расходуется зря. Неудивительно, что ученые пытаются разгадать секрет светлячков. Правда, пока безрезультатно. Зато в конце прошлого века им удалось выяснить, почему светятся эти насекомые. Сейчас и вы узнаете ответ на этот вопрос. Оказывается, на конце брюшка светлячков находятся особые органы, органы свечения. В них насекомые вырабатывают два вещества. Люциферин и люциферейс. Под действием кислорода люциферин окисляется и дает холодный яркий свет. Ну, а люциферейс участвует в этой реакции. Но вот загадка. У насекомых нет легких. Как же тогда поступает кислород? Оказывается, для подачи кислорода к органу свечения используется хитрая система трубочек. Их называют трахеолы. По ним-то и идет кислород. Но трахеолами управляют очень медленно работающие мышцы. А светлячок способен зажигать свет очень стремительно. Ученым пришлось изрядно поломать голову, прежде чем они догадались, в чем же причина. Оказывается, по команде мозга в теле светлячка вырабатывается окись азота. И вот она, как поршень шприца, быстро передвигает кислород по телу насекомого и быстро вытесняет кислород к органу свечения. Вот таким удивительным приспособлением оснащены светлячки. На что же похож орган свечения? Ну, я бы сравнила его с фонарем. Смотрите сами, уважаемые коллеги. Здесь мы видим зеркальный отражатель. В органе свечения его роль играют клетки, заполненные кристаллами мочевой кислоты. Перед отражателем в фонаре располагается источник света. Лампочка. У светлячков его функцию выполняют крупные фотогенные клетки, плотно оплетенные трахеями и нервами. Ну и, наконец, стекло. В случае органов свечения его заменяет кутикула – тонкая прозрачная пленка. Как видите, коллеги, я совершенно права. Органы свечения очень похожи на фонарик. Осталось выяснить, зачем светлячкам нужны эти фонари. Ну, во-первых, они отпугивают хищников. Во-вторых, помогают своим хозяевам общаться между собой. Ну, приблизительно вот так. Ну и, наконец, свет – это повод для знакомства. Считается, что чем ярче светится самец и чем чаще он мерцает, тем больше у него шансов познакомиться с самкой. Дорогие коллеги, надеюсь, вас не нужно убеждать в том, что фрукты полезны для нашего с вами здоровья. В этих аппетитных плодах под тонкой кожицей прячутся самые разнообразные витамины и микроэлементы. И, тем не менее, именно они и стали объектом нашего пристального внимания. Причиной послужило письмо Зафара из Тараза. Он хочет выяснить, какой фрукт самый полезный. Ну что ж, коллеги, беремся за расследование, которое мы так и назовем. Дело о полезном фрукте. Итак, поехали. Ну что ж, может быть, это груша? Увы, нет. Конечно, в ней содержится масса элементов от калия до йода. Но по содержанию витаминов груша здорово уступает яблоку. Значит, чемпион полезности яблока? Ну, тогда возьмем банан. В его ароматной мякоти прячется трептофан – аминокислота, из которой образуется гормон счастья – серотонин. А в ананасе находится бромелоин – комплекс разрушающих белки и ферментов. Да, нелегко это дело определить самый полезный фрукт. Впрочем, ученые давным-давно пришли к выводу, что самый полезный из всех – вот этот зеленый плод. Прошу любить и жаловать – киви, он же китайский крыжовник. Или по-другому – актинидия. Ну, давайте-ка посмотрим. Имя – актинидия. Фамилия – деликатесная. Порядок – верескоцветные. Семейство – актинидия. Рост – 150 сантиметров. Вес плода – от 86 до 100 граммов. Постоянное место жительства. Новая Зеландия, Италия, Чили. Особые приметы. Смесь ароматов крыжовника, земляники, банана, дыни, яблока и ананаса. Характер нежный. Уважаемые коллеги, а вы знаете, что киви – это настоящий гимн человеческому труду? Не знаете? Ну, тогда давайте мысленно перенесемся в Новую Зеландию, начало прошлого века. Перед вами Александр Элисон. Человек, которого Господь в полной мере наделил и терпением, и трудолюбием, и пытливым умом. В 1904 году друг привез Александру из далекого Китая странные растения – актимидию китайскую. Лиану с мелкими кислыми плодами. Кстати, на родине ее нелюбезно называли обезьянним персиком. Неизвестно, чем привлекла актимидия новозеландца, но без малого 30 лет Элисон ее безропотно сажал и пересаживал. И вот по Божьей воле в один прекрасный день в его саду появилось дивное растение – лиана, усыпанное сладкими и крупными ягодами. Эта лиана еще и росла с потрясающей скоростью – на 15-20 сантиметров в сутки, а урожай можно было снимать каждые два дня. Откуда же взялось название киви? Земляки мистера Элисона сочли, что опушенный плод, выращенный им актимидией, напоминает новозеландскую птичку киви. А что, посмотрите, по-моему, и правда похоже. Ну и в заключении своего рассказа об этом растении хочу поведать вам об его удивительных свойствах. В киви содержится больше суточной нормы витамина С. Мало того, эти фрукты укрепляют ваш иммунитет, улучшают пищеварение и укрепляют нервную систему. Словом, перефразирую старую песенку «От всех болезней нам полезней киви». Советую вам съедать хоть по одной штучке каждый день, и вы, коллеги, будете здоровы и бодры. А я сейчас, пожалуй, тоже разрежу этот киви и с удовольствием его съем, потому что я его очень люблю. Он, между прочим, очень-очень вкусный. Это необыкновенно вкусно. И вам желаю приятного аппетита. Ну вот, иммунитет мы с вами укрепили. Пора браться за новое расследование. И поводом для него послужило письмо Олега Ерохина из Кирсанова. Этот любознательный мальчик пишет. Я очень люблю сказку про Буратино и часто ее перечитываю. Анна Семеновна, а зачем Дуримар ловил пиявок? Кому они вообще нужны? Ну что ж, не теряя времени, начинаем дело, которое мы так и назовем. Кому нужны пиявки? А вот и объект нашего расследования. Дорогие коллеги, перед вами великолепный экземпляр. Хируда Медициналис. Просторечие, именуемое пиявкой медицинской. Давайте-ка посмотрим. Имя – пиявка. Фамилия – медицинская. Тип – кольчатые черви. Класс – поясковые черви. Отряд – бесхоботные. Семейство – челюстные пиявки. Длина – от 12 до 15 сантиметров. Вес – от 1 до 3 граммов. Характер – стойкий, терпеливый. Ближайшие родственники – 400 видов пиявок. Да, красотой пиявки, прямо скажу, не блещут. Но зато у них есть немало интересных особенностей. Рот пиявки имеет 3 челюсти и 300 зубов. А благодаря эластичному строению своего тела, она способна во время приема пищи увеличиваться в размере в 5 раз. Кстати, пиявки умеют ходить. Как? Сейчас расскажу. Но сначала, коллеги, посмотрите внимательно на нашу гостью. Видите, у неё на каждом конце тела имеется присоска. С их помощью пиявка крепится к грунту, растениям или телу жертвы. С их помощью она и шагает. Присасывается к грунту то одной, то другой присоской. При этом задний конец тела подтягивается к переднему, а само тело изгибается в петлю. А ещё эти червяки здорово умеют плавать и прекрасно чувствуют тепло. Вы даже не представляете себе, сколько пользы для людей приносят эти милые червячки. Давным-давно наши предки заметили, что больные животные по своей воле заходят в водоёмы, кишащие этими червяками. Странное желание, правда, подвергнуться нападению кровососущих созданий. Но только на первый взгляд. Оказывается, таким образом животные лечились. Наши предки последовали их примеру. И только в прошлом веке учёные выяснили, что лечебная сила пиявок в их слюне. Эта жидкость содержит ферменты, которые при укусе попадают в кровь. Ну уж не знаю, как назвать, то ли жертвой пиявки, то ли её пациента. И продолжают в ней действовать. Эти ферменты борются с вирусами и бактериями, рассасывают тромбы и заставляют кровь двигаться быстрее. Вот так, дорогой Олег, а ты спрашиваешь, кому нужны пиявки? Они нужны людям. В наши дни их прописывают страдающим болезнями сердца, больным атеросклерозом. В хирургии их используют после операции, чтобы избежать возможных отёков и гематом. Но есть одна опасность, связанная с пиявками. Попрошу внимания. Всякий божий дар, а в частности лечение пиявками, должно правильно использовать. Поставить пиявку может только врач. Сами ни в коем случае не заходите в водоём с пиявками. Ведь, нападая на человека, пиявка может вызвать геруденоз – очень тяжёлую болезнь. Но если к вам всё-таки присосалась пиявка, например, при купании, следует немедленно насыпать на присоску немного соли, а на место укуса наложить давящую повязку. Ну что ж, теперь мы с вами всё выяснили о пиявках, и дело закрыто. Ну и наступила пора прощания. Присылайте свои вопросы по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Телеканалы «Радость моя» Ани Семёновне Бабочкиной. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmoya.ru С нетерпением жду вас в своей студии и желаю добрых встреч с природой. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова